Аллилуйя, друзья! Вы знаете, еврейская традиция говорит так, вернее, есть такая еврейская поговорка. Кто такой еврей? Еврей – это тот, у кого внуки евреи. Аминь? Да? И я верю, что это правда, потому что недостаточно просто воспитать сына или дочь. Хорошо, когда ты прошел жизнь, и твои сыновья и дочери воспитали своих сыновей и дочерей для того, чтобы они были верующими, следовали за Господом, и чтобы в этом было благословение. Аминь. Хорошо, друзья. Сейчас у нас есть с вами возможность поучаствовать в одном служении, в одном благословении, которое мы как община имеем возможность служить еврейской мессианской общине города Хмельницкого. И вы знаете, что раз в месяц мы делаем сбор для поддержания этого служения, для поддержания служителей в общине города Хмельницкого. Я знаю, что многие из вас очень хорошо знают Романа, Наталью, они приезжали достаточно много раз, служили. И я хочу сказать, что каждый раз, когда мы связываемся с ними, они передают приветы вам, общине, как, знаете, как принято в некоторых церквях, передавайте привет там и так далее, и так далее. И они также передают приветы. Друзья, по открытости вашего сердца, я призываю вас поддерживать это служение, призываю вас поддерживать все то, что Господь производит нам, они действительно в нужде. Вы знаете, в Писании мы находим различные такие упоминания, когда апостолы говорят о том, что братьям таким-то, в такое-то место мы помогали. Потому что у нас есть избыток, у них есть недостаток. И я вам скажу, что Одесса, по сравнению с Хмельницким, она всегда в избытке. Даже самый, как бы скажем, сложный день у нас, он намного легче, чем сложный день там. Понимаете, да? Поэтому да не оскудеет рука дающего. Аминь. Аминь. И у нас есть несколько объявлений. А можно кафедру? Вова, можно? Прежде всего, я напоминаю, что евангелизационное служение 110 лет еврейскому мессианскому движению на Украине, оно состоится, и мы планируем. По-прежнему набирается группа, скажем так, активистов, группа евангелистов, тех, кто желает служить на этом служении. Это очень важное служение, оно важно для еврейской мессианской общины, оно важно для верующих людей, а также для всех, для всех людей. Люди должны знать, что в нашем городе есть еврейская мессианская община. И поэтому, если Бог полагает вам на сердце участвовать в этом мероприятии, подойдите, пожалуйста, после служения к Наталье Мирошниченко. Вот она встала, пожалуйста, запишитесь у нее в эту команду. Хорошо? Хорошо? Следующее. С 9 сентября наша библейская школа будет продолжать свое обучение по милости Божией. И мы снова и снова приглашаем всех поучаствовать в этом обучении. Нужно учиться, друзья, в такое время, вы знаете, что плохо быть темным и неграмотным, надо быть светлым и грамотным, правда? И Бог дает возможность, почему бы эту возможность не использовать, если у вас есть на сердце, это вечернее занятие, после 6 вечера, до 9, 3 месяца, 4 раза по 3 месяца, пожалуйста, подходите ко мне, я с вами пообщаюсь, мы посмотрим, как это будет возможно. И у нас набирается группа по-прежнему, пока еще, набирается группа подготовки к членскому служению. И тоже очень важный момент. Что это за группы? Если вы пришли из другой общины или церкви, если вы просто присоединились к нам, приняем Господа здесь у нас в общине, вам необходимо пройти обучающие классы, классы, на которых вы бы могли разобраться в том, что это за община, во что мы верим, во что мы не верим, как мы смотрим, какие планы, какое видение общины, чтобы разбираться в том, где вы служите. Очень плохо, когда человек приходит в церковь и не понимает, что он там делает. Очень плохо, когда слово «мессианская община» путается со словом «марсианская» или «миссионерская». Такие случаи бывают. То есть люди удивляются, я хожу 4 месяца, почему все о евреях, при чем здесь евреи? И как-то слово «Иисус» коверкают, и песни поют на странных языках, и так далее, и так далее. Друзья, это вот это вот от незнания. Для того, чтобы этого незнания не было, есть вот такие группы, которые мы проводим раз в определенный момент, на которых человек может разобраться, что, как и почему. Поэтому, если вы понимаете, что вам необходимо пройти классы подготовки к членству, вы можете также подойти к Ростюку Виктору. Он есть сегодня на служении, я его не вижу сейчас. Либо ко мне я вас подведу к нему, либо обратно же. Можете, я думаю, к Наталье Мирошниченко подойти, она вас подведет. Очень важно записаться. Следующее объявление. С 8 по 11 число у нас есть предварительный план сделать мужской выезд. Выезд для мужчин. Это будет пост. По возможности мы хотим сделать это уединением, чтобы можно было помолиться, пообщаться на мужские темы. Это не будет, я думаю, стоить как-то сильно дорого, потому что это пост. Не надо ничего особенно там, понимаете, да? Нужно постараться найти время, чтобы поучаствовать в этом. Подойдите после служения ко мне. Я вам, это касается только мужчин, я вам более детально расскажу, что и как. Хорошо? Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте мы помолимся с вами. И я верю, что есть слово, которое Господь дает нам на сегодня. Святой Израилев, спасибо тебе. Спасибо тебе, что ты говоришь к нам, говоришь в нашу жизнь. Боже, что ты учишь нас Слову Твоему. Я прошу о том, чтобы ты проговорил, Господь, каждому человеку. И о том, чтобы ты, Боже, вел нас, чтобы ты наставил нас. Господь, благословляем тебя. Благословляем. Я прошу тебя, Боже, пускай это слово входит внутрь сердца. Пускай оно входит, Господь, до разделения духа, души и тела. Господь и судит наши помышления, судит наши намерения. Господь, мы осознанно открываемся перед Тобой. И просим, чтобы Ты, Господь, наставил нас во имя Ишуа Мессии. Амин. Амин, друзья. Итак, сегодня я поделюсь с вами тем, что Господь ложит на мое сердце то, о чем Бог говорит со мной. И вы знаете, я много размышляю об этих вещах. И чем дальше живу, тем больше. И я понимаю, что каждый человек, он периодически так же приходит к тому, о чем я бы хотел сегодня говорить. Все мы понимаем, что наша с вами жизнь – это путь. Правда? Амин. Столько движений. Скажите, пожалуйста, всем нужно ходить по залу? Я извиняюсь, конечно. Ну, просто такое ощущение, что что-то происходит, а я это пропускаю. Вот здесь, да, люди, что происходит сзади, вот там, возле воды? Скажите, пожалуйста, может мне надо быть там? А? Воду дают? Воду носят? А? Все нормально. Нормально? Кому? Мне не нормально. Водопой. Водопой, да. Водопой. Ну, понятно, понятно. Итак, все здесь, да? Вы смотрите на меня или смотрим туда? Хорошо. Итак, жизнь – это путь. Аминь. И этот путь, он имеет начало, мы его знаем, он имеет конец. Мы его не знаем, но он будет. Все мы в этом уверены, правда? Рано или поздно, как бы мы свое тело не залатывали, какими бы пилюлями не кормили, придет конец. И мы придем к такому моменту, который мы знаем, как вечность. Правда? Потому что, и поэтому, если мы размышляем об этих вещах, мы можем понимать, что вечность для нас, она уже фактически началась. Правда? Человек – это существо невременное, человек – это существо вечное. Бог создал нас для вечности. И Он создал нас для того, чтобы мы обитали вместе с Ним, были вместе с Ним. И вы знаете, что, когда мы смотрим в Писание, мы видим, что, например, апостол Павел, он смотрел на это устройство точно так же, как и мы. Он понимал, что вся эта жизнь – это не просто до гробовой доски, когда ты умер, написали, великий апостол Павел здесь покоится, ну там или еще как-то там. Он понимал, что есть нечто большее. В конце своей жизни Он говорил, я течение совершил, веру сохранил, да? И теперь мне готовится венец. То есть Он говорил об этом, как, вы знаете, как человек, который проработал, например, вот вы работали, работали, а теперь вам готовится премия. Да? И Он так и говорит о себе. И я себе периодически задаю вопрос, что я буду говорить в конце своей жизни? Я, правда, не знаю, когда это будет. Он говорит, но все же, смогу ли я так сказать? Я веру сохранил, течение я совершил. То есть я не просто прожил эту жизнь, потому что некоторые верующие люди, они смотрят на жизнь здесь, как на такое страшное время, которое надо проскочить. Знаете, вот как бы как-то дотянуть там, добраться до этого. Да мне ничего не надо особо, там, знаете, мне бы ковриком где-то у ног Иисуса там лечь, и вот как бы я буду там, главное, на небо пробраться там и так далее, и так далее. Вот я смотрю на Павла, а он так не говорил. Он не тот был у него взгляд, не те категории, которыми он мыслит. Он говорит о том, что он веру сохранил, он течение совершил, есть дело, которое он делал. И там, где дальше он размышляет, он говорит, я даже не знаю, что для меня лучше. Или уйти и успокоиться, и жить себе с Господом, или оставаться с вами, потому что здесь столько дел. Я так хочу быть вам полезен, я так хочу участвовать в вашей жизни. И вы понимаете, да? И я понимаю, что что-то внутри его мышления, оно, ну вот как-то отличалось от мышления многих верующих людей сегодняшнего времени. Как-то по-другому, качественно по-другому он смотрел на все то, что он делает в своей жизни. Вы знаете, это присуще было вот апостолам, это было присуще Ишо. Когда он умирал на кресте, он видел будущее всего того, что он делал. Это не просто он пришел, прожил и все. Он видел нас с ним на небе, он видел, что произойдет потом в будущем с нами. Он знал, какое влияние окажет его смерть на этот мир. То есть он видел цель определенную, к которой он шел. И вы знаете, что когда мы не знаем, во что мы верим, когда мы не знаем, куда мы идем, когда у нас нет цели в этой жизни, как у верующих людей, мы проживаем эту жизнь напрасно. Хотите верьте, хотите нет. Мы просто идем. Мы просто идем. Мы просто устраиваем каждое свое гнездышко, как-то крутимся и так далее. А попутно мы где-то там верим в Бога. Понимаете, да? И окружая себя какими-то традициями, окружая себя какими-то обычаями, ходить на шаббаты, еще делать что-то, еще делать. То есть есть основное, а есть как бы додаток, некая нагрузка такая смысловая, вхождение в общину или вера в Бога. Вот ко всему я еще и верующий. Крестиком вышиваю, еще и верующий, знаете. Ну вот так вот оно. Ну серьезно, так бывает. Или там у меня институт, у меня тренировки, у меня английский, у меня там еще какая-нибудь там, знаете, фитнес, какое-нибудь там еще скалолазание, а после всего я еще и в церковь хожу. Ну вот так, вот так. А еще надо отдохнуть, а еще надо то посмотреть. И ты понимаешь, что время, оно распределяется. А на что, вот так, если реально посмотреть? На вещи, которые никакие. Никакие. Мы с вами посмотрели в этой жизни огромное количество фильмов, и мы почти их не помним, правда? Но время потеряно. Мы где-то занимались какой-то деятельностью, но время потеряно. Время потеряно. За это на небе венцы не дают. Понимаете, да? Есть КПД какого-то действия. Есть действие, которое приносит плод и в этом мире, и в будущем. А есть только в этом мире. Помните, как тот же апостол Шауль, он говорит, что, ну, как бы благочестие, оно на все полезно. А физические упражнения, они мало на что полезны. Это он не сказал, знаете, как некоторые верующие думают, что спортом заниматься грех. Он так не сказал ни в коем случае. Он говорит, просто это мало полезно, потому что будущее благочестие – это воздаяние в этом мире и в грядущем. Понимаете разницу, да? То есть есть вещи, которые полезны только в этом мире. Хорошие, ну, молодцы. Хорошо быть образованным, хорошо быть культурным человеком и так далее. Но, вы слушаете, на небо не идут образованные и культурные люди. Идут искупленные. Понимаете разницу, да? То есть полно образованных грешников, которые не знают Бога. И это очень важно понимать. Итак, мы понимаем, что все мы заняты какой-то деятельностью. Когда мы слушаем призывы о таких вот, знаете, на конференциях, на каких-то ретритах, мы хотим все бросить и вдруг заниматься там духовной жизнью. С понедельника, с первого числа, после отпуска. Ну, там есть у нас целый ряд таких вот волшебных слов, которыми мы оправдываем свое неделание, да? И проблема в том, что далеко не всегда мы понимаем, что же Бог от нас реально ожидает. То есть мы вроде как готовы что-то бросить, а с другой стороны мы не знаем, куда идти. Понимаете, да? Это как человек, который, ну, вот он понимает, что ему надо заняться спортом, он уже, он готов бросить все, но он не знает, что ему делать. Он понимает, надо какие-то упражнения делать. А какие упражнения, как их делать, никто толком не знает. Итак, все дело, к чему мы приходим, заключается в таком коротком слове, которое мы периодически говорим. Это видение или цель, или то место, куда мы хотим попасть. Согласитесь. Мы все что-то делаем. И если мы это делаем, это значит, оно, скорее всего, важно для нас. Вы скажете, ну, я хожу на работу, которая мне не нравится. Ты ходишь туда, потому что это важно для тебя, потому что тебе нужно заработать денег. Понимаете, да? Мы находим время на вещи, которые по-настоящему важны для нас. Еще раз. Если мы чем-то занимаемся, это по-настоящему важно для нас. Правда? Вы не занимаетесь квантовой физикой. Это не важно для вас. Правда? Но если бы вы обложились учебниками, какими-то картами и так далее, и так далее, можно было бы вас заподозрить в этом занятии, что что-то это для вас важно. То есть мы не занимаемся вещами, которые для нас не важны. Если вы занимаетесь суетой, это важно для вас. Почему? Я не знаю. Но это важно. По факту того, что вы делаете. Итак, видение, оно включает в себя определенную страсть. Такое сильное желание. Сильное желание, которое дает нам силы, дает нам толчок принимать какие-то действия. Правда? Ты посмотрел на себя в зеркало и получил сильную страсть. Да? И пошел в спортзал, например. Или там сел на диету, или еще что-то. То есть, глядя в зеркало, ты увидел другого человека. Измененного, да? С большими мышцами там. Или там ты увидел себя не где-то там на задворках чего-то там, а ты увидел себя образованным человеком. И ты пошел, достаешь учебники, у тебя тут внутри все скрипит, песок сыпется. Но ты увидел вот картинку, что ты выбираешься там с какого-то места, с какого-то Урюпинска, грубо говоря, и идешь... Помните, как Ломоносов, он шел за обозом с рыбой, потому что у него было видение. У него было видение, он верил, что он может быть талантлив, он хотел учиться и так далее. У него была вот эта внутренняя страсть. Когда мы имеем страсть, мы можем сделать очень многое. Согласитесь? Правда? А когда нас это не беспокоит, так оно и не беспокоит. Когда среди ночи у нас появляется страсть, то даже при отсутствии света мы пойдем в туалет. Правда? Потому что у нас есть то, что нас беспокоит, то, что нас подымает, оно не дает нам покоя. Он говорит, вставай. И ты встаешь. Понимаете, да? И ты не будешь говорить там, ну, как бы я не сходил, потому что меня не разбудили, или там не было условий, или еще что-то. Ты идешь и ищешь, и решаешь этот вопрос. Внутри нечто, оно тебя беспокоит. Итак, видение, оно не дает нам покоя. Видение, оно заставляет вот этих вот физиков обкладываться книжками, каких-то, знаете, поэтов обкладываться тоже книжками, писать там день и ночь, каких-то там, ну, и так далее, и так далее. Люди, оно заставляет людей поднимать тяжелые вещи, штанги, гири и так далее. Это видение. Понимаете? Я видел людей в спортзале без видения. Это ужасные и несчастные люди. Для них это наказание делать какие-то вещи. И мы знаем, что, например, есть в школе ученики, которые видят себя в институте, и видят себя с красным дипломом в институте. Им родители так помогли увидеть это все. А есть те, которые себя не видят завтрашний день, они не видят, видеть не хотят, да? Они учатся по-разному. Да? И не важно, сколько денег у того или у того. Важно то, что ты видишь. Важно то, куда ты хочешь прийти. Ты начинаешь искать какие-то возможности, ты начинаешь искать какие-то пути, как это можно достигнуть. Интересно, что с видениями всегда привязаны эмоции. Это они идут в паре. Согласитесь, правда? Вы вдруг, ну там что-то у себя внутри. Раз, картинка, и вы хочу. Ну, без эмоций оно быстро угасает. Ну, хочу, а уже не хочу. Ну и все, и не надо, да? Но если есть эмоции. Вы видели детей, которые что-то хотят? Да? Ну, это же простой такой пример видения. Им пообещали что-то, например. Если ты сделаешь вот это и вот это, они терпят. Они ждут. Я помню, проводил как-то эксперимент со своими детьми. Ну так. Говорю, есть вам предложение. Вы должны... Это я прочитал про нем, думаю, проверю на них. Говорю, вы должны встать, вот так вот, расслабиться, вытянуть руки, закрыть глаза и простоять, не открывая глаз, 10 минут. Там, где я читал в статье, говорят, что обычно человек на третьей минуте открывает глаза. Ну вот он, потому что теряется смысл времени и так далее, и так далее. Потом человеку кажется, что он глупо выглядит. Потом кажется, что это все, ну, какая-то глупость просто, знаете, как бы. И он открывает, потому что появляется ощущение, что над ним прикалываются, что это все просто, знаете, такое вот, ну, шутка. И я их поставил обоих и говорю, ну так вот, смотрите. Давайте так, 10 минут кто выдерживает. Я тому покупаю что-то очень классное. Я еще не знаю что, но поверьте, это будет достойное что-то. Согласны? Согласны. Я вам скажу, мой сын, которому было 5 лет, он выстоял, причем спокойно. Спокойно. Я его спрашиваю, как, это было сложно? Он говорит, нет. Я говорю, а почему это не было сложно? Он говорит, потому что я все время, когда стоял, представлял, что ты мне купишь. Вы понимаете, да? Если бы у него не было вот этой мотивации, вот этой картинки в голове, и он, ну, как бы, 5 лет ребенку. Вы попробуйте, взрослый человек, когда вас никто не будет видеть, сами так сделать. Да, вас надо смотивировать какой-то суммой. Потому что за сумму все будут стоять, правда? Как на работу буду ходить и стоять по 10 минут. И, ну, я его не разочаровал, и он потом сам приходил и предлагал постоять за 10 минут. Итак, для того, чтобы иметь видение, не обязательно быть каким-то особенным человеком. Или как-то специально подготовленным. Мой сын, он не был специально подготовленный, он обычный мальчик. Ну, как бы, понимаете, да? То есть, ему было тяжело держать руки 10 минут. Вы сами подержите, это с непривычки сложно. Но, тем не менее, не профессионалы получают видение, а обычные люди. Люди, обычные люди. Это тоже одно из таких заблуждений, когда люди говорят, ну, вот тебе хорошо, ты умный, ты можешь вот так вот получить такое видение, там, хотеть вот этого, да? А вот я не могу этого хотеть. А почему? Почему вы так решили? Тот же Ломоносов был простым крестьянином, необразованным. Но мы знаем, что он изменил очень многое, да? И множество, множество есть таких примеров. Ты смотришь на себя и говоришь, кто я? Что-то серьезное? Да вы, наверное, шутите. Могу ли я? Можно ли как-то что-то добиться с меня? Достаточно иметь вот эту картину. Не профессионалы, простые люди. Если у вас есть вот эта картина, которую дает вам Господь, куда вы хотите прийти? Вы придете туда. Вы можете туда прийти. И обычные люди, начиная двигаться в сторону цели, начиная двигаться в сторону видения, тогда они становятся профессионалами. Вы понимаете, да? Всякий профессионал, это человек, у которого было тоже видение. Он был когда-то простым работягой, крутил гайки где-то, да? Но он понял, что крутить гайки – это не судьба. Это ужасно, правда? Надо что-то менять. И он увидел где-то у себя вот внутри себя там начальником чего-то, там гаечных ключей каких-то, да? И он начал понимать, что есть путь, который надо пройти. И если он не пройдет, он всегда будет вот здесь. Всегда. Ничего не изменится. Никто не прилетит волшебник в голубом вертолете и не раздаст тебе эскимо. А если раз это и случится в твоей жизни, то это будет просто чудо и случайность, понимаете? Если ты хочешь стабильно что-то менять, ты должен стремиться. Итак, очень просто. Люди загорелись, они начали трудиться, и они получили результат. Если мы смотрим на какие-то большие служения, на то, что есть, на каких-то служителей, они трудились, поверьте мне. Они трудились. И сейчас модно там в рекламе, например, там, знаете, ты смотришь, купи вот этот пояс, и у тебя будет пресс из шести кубиков, и такой ничего не надо делать. Послушайте, никогда такого не бывает. Никогда не верьте в это, да? Или там, что сделай вот этот шаг, зарегистрируйся у нас, и сразу же там ты вот такой-то, например. Не бывает так. Чтобы иметь хороший пресс, это нужно менять жизнь, надо качаться, надо ходить в спортзал, умирать там и так далее, и так далее. Тогда будет результат. Завидение надо платить, друзья. Но оно того стоит. Человек, который не платит за свое видение, ничего в жизни не происходит. Вы понимаете? Представьте, если бы апостол Павел, ему Бог проговорил, будешь апостолом для язычников, да, он сказал, классно, посижу. И ничего бы не делал. Ничего бы и не было. Ничего бы и не было. И он ушел бы из этого мира без видения, течения бы не совершил, и ничего бы не произошло. И вы знаете, что принцип этот работает как в жизни верующих людей, так в жизни и неверующих. Недавно я прочитал интересную заметку об одном молодом парне, 33 года человеку, который сделал то, что сделало до него около 100 человек во всем мире. Мире. Да, 100 человек. Он совершил восхождение на 8 самых высоких вершин в мире. Там есть у них такой, знаете, как бы у альпинистов высочайший уровень альпинизма, 8 самых высоких вершин мира. Зовут его Эрик Вейнмайер, такой вот американец. Очень серьезное достижение в альпинизме. То есть черный пояс, там, знаете, с бриллиантами, как говорится. И для него это серьезное достижение в том, что он был абсолютно слепым. Еще раз. 8 вершин мира. Настоящий реальный человек, который сейчас живет в мире. Он вылез, совершил восхождение на 8 высочайших вершин мира. Представьте себе на секундочку, что такое альпинист. Кто такой альпинист? Попробуйте закрытыми глазами вылезти на дерево хотя бы, там, 5-метровое. Ты не понимаешь, куда ты лезешь. Ты не можешь оценить степень того, что будет дальше. То есть по логике вещей, альпинизм, это же ты смотришь, вот тут я не пройду, а вот здесь еще 20 метров в сторону, и что-то там получится, и так далее, и так далее. А там так не было. Он говорил о том, что самое трудное для меня, это понимать, что будет впереди. Мои руки становятся глазами, я чувствую камни, и потихоньку, и так далее, и так далее. Восемь самых высоких вершин мира. И когда он был мальчиком, он попал в один из альпинистских лагерей детских, просто для реабилитации, и там попробовал, знаете, как вот есть для реабилитации, ну, полазить где-то, наверное, по скалодрому там или чему-то, ему понравилось, он сделал это целью своей жизни. Не имея глаз, он увидел эту картину. И вы знаете, что тоже, представьте, вы три месяца карабкаетесь на какую-то гору, потому что это все долго, да, и ты выходишь, и тебе говорят, ты долез. Не посмотреть вниз, не сфотографироваться, не потом фотографии показать. Ты не видишь ничего. Понимаете, да? Его спрашивают, зачем ты это делаешь? Он говорит, многие люди говорят, что идут в горы из-за красивых видов. Все это ерунда. Не по этой причине люди идут в горы. Вы не будете терпеть лишения в течение трех месяцев только лишь из-за красивой картины. Я думаю, что человек идет в горы по многим причинам. За достижением, за обретением смысла, ради чувства товарищества. За достижением, за обретением смысла, ради чувства товарищества. Человек неверующий, никаких вопросов. Для меня это пример. Понимаете? Потому что наряду с этим огромное количество людей имеют какие-то физические сложности. У кого-то нет руки, у кого-то нет ног, например. Кто-то не видит. И мы садимся где-нибудь, расстилаем наше рубище, посыпаем себя пеплом. И говорим, такова моя судьба. И если вы посмотрите в интернете, вы найдете множество таких людей, которые, не имея ног, делали восхождение, которые добивались действительно серьезных причин, вернее, как бы целей, имея внутри страсть. Вполне обычные люди, не обязательно богатые, не обязательно какие-то там, знаете, дети богатейших родителей. Абсолютно нет. Простые люди. У некоторых очень такая поломанная судьба. Я верю, что для нас, как для верующих людей, мы можем сделать намного больше, чем мы о себе думаем, друзья. Серьезно. Может быть, у вас не было хорошего образования. Может быть, пол вашей жизни заняли наркотики. Может, еще что-то происходило ужасное в вашей жизни. Было. Но теперь началась другая жизнь. И я верю, что нет в этом мире человека, который бы родился случайно, просто так. Если мы живем в этом мире, у нас есть предназначение. У нас есть цель, по которой мы живем. Послушайте. Вы скажете, ну какая цель? Большая ли у меня цель? Выйти замуж, родить детей, воспитывать и все. Это не цель. Я, может быть, разрушу ваше представление. Это не цель. Это здорово. Я благословляю вас это делать. Но Бог ожидает нечто большее. Вы понимаете, да? Бог готов давать нам видение. Готовы ли мы его брать? Готовы ли мы отказываться от каких-то вещей и говорить, да, вот это действительно важно? Я понимаю, что в моей жизни нет многих вещей. Просто из-за того, что не по той причине, что Бог мне их не дал, по той причине, что было мало страсти и посвящения. Всегда легко искать кого-то крайним. Родителей, которые меня не воспитали. Это может быть так, как я бы себе хотел. Знаете, можно искать там крайним Бога сделать, что вот я родился в этой стране, там то-то-то. Вот если бы он мне, у меня были бы возможности. Что у меня такие родители. Отец пил, мама била там и ругала. Я там такой, сякой, пятое, десятое. Послушайте, было. Я понимаю, раны, я понимаю, ну, разное было. Но почему бы не начать жизнь по-новому? Почему бы не достигнуть того, что Господь все же имеет для тебя сегодня? Зачем ставить на себя крест? У многих из нас намного есть больше благодати, чем у людей в этом мире. Но почему-то мы несчастливы. У нас есть намного больше, чем у многих людей вокруг нас. Но мы почему-то несчастливы, друзья. Видение – это способность видеть то, чего еще нет. Оно, его нет. Но если ты не начнешь двигаться в эту сторону, его никогда не будет. Послушайте, друзья. Его просто никогда не будет. Ты не станешь вдруг умным или образованным человеком, если ты не начнешь учиться. Ты не станешь вдруг духовной личностью, если ты не будешь строить это день за днем, день за днем. Друзья, ты не проснешься вдруг и не скажешь, «Ох, вот теперь я знаю весь синодальный перевод, а еще на английском, и это наизусть. А еще я могу вот это». Вот послушайте. Ты будешь знать его, когда ты будешь его 99 раз прочитаешь в своей жизни. Понимаете, да? Бывают чудеса, я не отвергаю. Бывают, но, извините, один на миллион или какие-то там, знаете, и ждать, и потом говорить, «Ну, Боже, Ты же мне не дал, чудо не сотворил в моей жизни». Я вижу, что большинство верующих в истории церкви, они брали ответственность за то, что Бог давал им возможности. Они прилагали усилия день за днем. Они строили, как маленькие муравьи, знаете, какие-то миссии, какие-то церкви, какие-то, какое-то дело где-то. И через какое-то только лишь время получался результат. Если этого не делать, если жалеть себя, ничего не будет. И интересно, когда я думаю о увидении в Писании, я вспоминаю Неемию. Помните этого человека, да? Давайте прочитаем первая глава Неемии со второго по четвертый стих. То есть ситуация была такая. Израиль в рассеянии, в плен, в плену, Иерусалим разрушен, все очень плохо, всем бедуют. Неемия, он был виночерпием, у царя он был рабом. То есть раб это был раб, ничего такого, он не мог быть кем-то, не имел никакой власти, он был просто виночерпием. Итак, «И пришел Хананий, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился перед Богом неместным». Итак, вот смотрите, описание того, как Неемия получает видение от Бога. Видим, да? «Пришел человек и рассказал ему о нужде». Он говорит, вот есть Израиль, он полностью разрушен, стена то, то, то. И мы часто слышим какие-то новости, но это была непростая новость. Оно упало в его сердце. Оно начало производить какое-то действие. Он сел и заплакал. Еще раз, человек раб. Он не может просто так взять, собраться и уйти. Он не может просто так собрать людей и сказать, мы уходим, дайте нам денег еще и так далее. Ну, не получится так. Он не может реализовать сам по себе то видение, которое Бог ему показывает. Ему нужен Бог. Он понимает это прекрасно. И у него нету никаких ресурсов. Но он начинает молиться о том, чтобы те обстоятельства, в которых он находится, они начинали изменяться, преображаться. И дальше, в одиннадцатом стихе. «Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть перед именем твоим. И благопоспеши рабу твоему теперь и веди его в милость у человека сего. Я был веночерпием у царя». То есть он начал молиться о том, чтобы пришла милость от царя для него. Он понимал, что если царь не разрешит, ничего не будет. А если царь откроет свое сердце, что-то может измениться. И мы видим, как потом царь, он обращается к нему, спрашивает, в чем дело. Тот ему рассказывает. И царь говорит, пойди, отстрой, еще и за нас счет. Понимаете, да? А царь посмотрел на него и говорит, что-то ты печален. Лицо твое печальное. Написано, не я меня перепугался. Ну и рассказал. Если бы оно его не печалило, лицо не было бы печальное. Понимаете? И для царя это был бы просто очередной день. Но в тот момент Бог, он возбуждает это. Потому что источником видения для нас, для верующих людей, является Господь. И если Он нам вкладывает эту страсть, Он будет помогать тем, которые будут готовы брать ответственность за ту картинку, которую Он показывает. Понимаете, да? И мы видим, это реальное чудо. Мы, может быть, читаем это как какую-то статистику такую, ну, типа, сухие факты и там то-то, то-то, то-то. Послушайте, это было реальное чудо. Царь, которому никакого дела нет до этого Иерусалима. Более того, царю там еще мягко объясняют, что Иерусалим всегда был проблемным городом, из-за которого были восстания, бунты и все-все-все-все вот такое. В принципе, это неразумно его отстраивать. Вообще неразумно. Тем не менее, есть Божье благоволение. Итак, порядок, смотрите, какой еще раз. Кто-то пришел, сказал о нужде, и эта нужда, она начинает иметь для тебя особое значение. Когда ты получаешь видение, это не значит сразу действовать, потому что иногда ты не знаешь, что тебе делать. Помните апостола Шауля? Бог ему сказал, ты будешь апостолом для язычников. И на 14 лет он ушел из Израиля. Он провел в Иерусалиме две недели всего лишь. Друзья, и большинство событий, которые происходили в Иерусалиме, они были без Павла. Он был в другом месте, вообще просто в другом месте. И только через время, когда он созрел, когда это пришло, все сложилось, понимаете, да? Но он не оставлял того слова, которое Господь ему даровал. И ты, следующее, что ты начинаешь делать? Ты начинаешь молиться и начинаешь планировать, как это сделать. То есть должен быть, спасибо, должен быть определенный план, как это сделать. То есть, если видение у тебя, например, стать учителем библейским, да? Ты же не можешь просто прийти и сказать, я учитель. Ну, здорово, верим тебе, верим, поучи. Ты поучил и понимаешь, что все грустно, да? У тебя должен быть какой-то план, пойди учиться, начни разбираться. В конце концов, начни читать Библию для разнообразия, да? Да? Потому что, ну, некоторые так считают, что это нормально. Или там, мне приходят какие-то картины, я вроде как пророчество вижу. Все, я пророк. Ну, это здорово, что Бог что-то тебе показывает. Но, а может, еще с характером надо какие-то вопросы решить. Может быть, вот это, вот это. Понимаете, да? То есть, ты должен понимать, что есть путь. Есть путь. Нельзя просто так вот прийти и с бухты барахты, вот все, на кучу. Надо понимать, что Господь от тебя ожидает, когда ожидает, как это сделать и куда идти. Итак, что увидел Ниеменя? Он увидел картину отстроенного Иерусалима. Правда? Вот это не давало ему покоя. Когда они прибыли на место, он тихонечко ночью пробрался, взял своих несколько там друзей, слух, да? Они осмотрели местность, никто не знал. Он ходил, гладил там те камни, плакал над ними и так далее, и так далее. Послушайте, это человек, который имел страсть. Почему? По каким-то камням. Но для него это было больше, чем просто чужика. Это был город Бога. Город, где обитал Господь. Город, где поклонялся Израиль Богу. То есть, это было сердцем. И когда люди, которые присоединились к Ниеме и к этому видению, они разделили это видение. Они пришли в Иерусалим, они жили очень тяжело. Очень тяжело им было. Но их грела вот эта внутренняя картина. И самое интересное, что все, кто остались в Вавилоне, они перестали быть Израилем, друзья. Они потерялись, они ассимилировали, и они просто пропали. И в Израиль вернулось около 40 тысяч человек. И эти 40 тысяч человек, они названы весь Израиль. Из них было возрождение Израиля. Друзья, люди, которые приняли и вошли в Божье видение, из них было возрождение. Люди, которые принимают Божье видение на свою жизнь, из них приходит возрождение для других людей, для потомков. Друзья, верующие люди, которые берут ответственность за то, что Бог им говорит, из них приходит благословение. Итак, Он отстраивает город. Город, который был бунтующим раньше и так далее. Важно понимать, что нельзя просто выбрать видение на свою жизнь. Ну, нельзя. Так же, как и дары нельзя выбирать. Дается Господом все это. Некоторые люди, они приходят в общину, немножко разбираются в каких-то вопросах. Так, поверхностно, знаете, они говорят, «О, так я буду пастырем». Прикольно. Да? Или пророком. Буду ходить и говорить там, «Ты, ты, ты». Там, знаете, молнии пускать такие. «И ты, слушай Слово Божие. Я там чувствую, вижу, тут что-то приходит, там уходит». Это круто вообще, да? Он выбрал себе, решил. Послушайте, это есть дары. И дары, они приходят от Бога. Бог решает, кому какие дары. Вы понимаете, да? И точно так же Бог вкладывает видение в сердце человека. Ты можешь сто раз проходить мимо, например, людей, которые, вот знаете, пьяные или лежат на улицах, спят, непонятно что с ними. И это может не трогать твое сердце. Но есть люди, которые не могут пройти мимо таких людей. Вы понимаете, да? Они, для них это потрясение видеть таких людей. Они будут с ними возиться. Они принесут их домой. Помоют, побреют. Те их обворуют. Они все равно их простят. Они снова их приведут, снова обворуют. И вот так вот смотришь на такого человека, и ты понимаешь, что «Вау! Я не могу так, да? Ну, как бы, у меня нет такого видения!» Кто-то с наркоманами возится, то же самое. Кто-то с какими-то там другими сложными людьми, да? В принципе, мы все молодцы в этом плане, сложные достаточно. И есть Божья благодать, которая помогает такому человеку достигать это видение. Так рождаются репцентры. Вы понимаете? Вот такие люди, которые получили такое видение от Бога, они собрались вместе и говорят, послушай, а если мы будем это делать вместе, так это же будет эффективней. Так давай. Ты так вот веришь? Верю. А мне так Бог показал. И мне так показал. Так давай будем команды. Вот вам репцентр. Понимаете, да? Так рождаются евангелизационные команды. Люди, которые не могут, не могут просто пройти мимо кого-то неверующего. Их просто вот тут, вот знаете, как бы, они... Слово. И все знают о них. И вот такие собираются вместе. И это хорошая евангелизационная команда. Но если я просто решу, что я буду пастырем, и знаете, даже книжек начитаюсь, или я решу, что я буду пророком, и книжек тоже начитаюсь, и проповеди насмотрюсь. Вы слушаете, это не работает, потому что я так решил. Это работает, потому что Бог так решил. Я просто послушался. И тогда Он дает свою благодать. Тогда Он поддерживает. Тогда Он снаряжает тем, что необходим. И пример Неемия – это яркий пример, друзья. Очень много. А если что-то не то, так Бог направляет нас. Интересно, что помните историю Давида? У Давида было видение очень сильное. Очень сильное. Он хотел храм построить. Помните, да? И Он… Это просто идея, которая была у Него вот здесь. Если мы посмотрим внимательно Писание, Он для реализации этого видения сделал очень много. Очень много. Но Бог ему, увидев его ревность, да, Он пришел к нему и говорит, послушай, не ты. Он корректирует его жизнь. Понимаете, да? Он говорит, это не твое видение. Это хорошее желание, но ты этого не сделаешь. Сделает твой сын Соломон. И давайте посмотрим. Первое Паралипоменон, 28 глава, 10-21 стих. «Смотри же, когда Господь издал тебя построить дом для святилища, Будь тверд и делай». Это Давид общается с Соломоном перед смертью. Будь тверд и делай. И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня, и всех комнат кругом, сокровищных дома Господня, сокровищных и так далее, и так далее. Здесь перечисление подробного плана, да? И сказал, 20 стих, сын Давиду, Давид сыну своему Соломону, «Будь тверд и мужественней, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся. Ибо Господь, Бог, Бог мой, с тобою, Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня». И вот отделы священников и левитов для всякой службы при доме к Божьим. «И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники, и весь народ готовы на все твои приказания». Он полностью подготавливает все, что можно было подготовить, да? Интересно, что у него был образ внутренний, потому что он передал чертежи, в прямом смысле чертежи храма. И Соломон, я думаю, что строил по чертежам Давида. Но закончить это он не мог, он мог только насобирать, он мог только, знаете, как бы, все равно это было, ну, страстью, все равно это было его видением. Но Бог говорит, нет, закончит твой сын. То есть пик всего того, что должно произойти, это будет сделано Соломоном. И он, смотрите, как его назидает, он говорит, «Только делай, только делай». Он не говорит, что «Боже, да сойдет там храм твой с неба, да построятся эти стены». Нет, все очень просто. Собираем доски, собираем гвозди, собираем золото, готовим людей внимательно, да? Потому что он говорит, что все они готовы, я с ними как бы договорился. Они будут делать так, как ты им скажешь. Вот тебе вот это, вот это. Бог не хочет, чтобы я это достраивал, но ты дострой. Будь тверд, мужественный и делай, и делай. Видение, оно определяет тип дома, который ты строишь. Правда? Ту картину, которую Бог показал Давиду, которая была на сердце у Давида, оно определило то, как выглядел этот храм, сколько чего было заготовлено и так далее. Мы понимаем, что когда мы выходим на улицу, стоят дома, все это в видении архитекторов. Если они отличаются друг от друга, значит, вот такое было для одного, вот такое было для другого. И как Божье строение мы с вами также отличаемся, друзья. У нас есть архитектор, есть тот, кто нас создал, и у него есть план для нас. Он имеет план для нашей жизни. У нас есть у каждого свой дизайн, свои плюсы, свои минусы. Тем не менее, мы вместе, и как община, как церкви, мы также отличаемся друг от друга. Но это показывает разнообразие его царства, показывает сколько всего различного в том, что видит он. И так, из того, что мы видим, видение, оно может быть личным только для моей жизни. А также видение может быть коллективным для общества. То есть для моей жизни, например, Бог дал мне понимание, ну, где-то там, например, в каком-то селе открыть там церковь, да? Это видение, которое Бог мне показал. Больше никому не дал пока что, да? И я еду туда как миссионер, там никого нет, но я вижу, что вот здесь, вот в этом месте, мы купим вот этот дом, и вот здесь будет происходить вот это, вот это и вот это. Это личное видение, которое Бог мне дает. Но может быть видение коллективное, когда Бог говорит нескольким людям, говорит о том, что поедьте туда-то, сделайте то-то, или там, начинайте вот такие-таки служения. Итак, у каждого из нас есть личная ответственность достигать видения или не достигать. И здесь некого винить, это наша личная ответственность, как коллективно достигать или не достигать, так и лично, как достигать, так и не достигать. Бог начинает работать с одним человеком. Как появляется коллективное видение? Как мы уже говорили, начинает работать с одним человеком, к нему присоединяются люди, которые разделяют это видение, и это видение становится коллективным. Если мы говорим о еврейско-мессианской общине, то, вы знаете, у нас тоже есть видение. Видение еврейской и мессианской общины достигать конкретную этническую группу людей, а в частности еврейский народ. Послушайте, друзья, еще раз. Это видение. Почему мы здесь все вместе? Потому что у нас есть общая цель. Понимаете, да? Если ты приходишь, грубо говоря, на кружок судомоделирования, то будет странно видеть человека, который там занимается танцами. Правда? Или если ты приходишь на танцы, будет странно видеть человека, который, например, играет на гитаре. Потому что это разные видения. На танцы ходят танцоры. Правда? На авиамодельные кружки ходят люди, которые самолетики любят. Ну, дальше сами понимаете. На лепку ходят те, кто лепку любят. И так далее. Итак, когда мы собираемся в какие-то группы, в какие-то динаминации, если мы приходим в еврейскую мессианскую общину, это значит, что было бы логично понимать, зачем мы сюда приходим. Правда? Иначе это выглядит странно. Ну, в конце концов, мы же не приходим на танцы в коньках. Это немножко разные вещи. И это то видение, тот дизайн, который отличает нас от других церквей. И мы понимаем, что иметь свое видение, это не значит быть лучше или хуже. Это значит просто быть другими. Вот и все. Хоккеисты не хуже танцоров, они просто другие. Вот и все. У них нет двух передних зубов. Только и вся разница. И не только. Ну, это профессиональные хоккеисты. Итак, что мы делаем, как еврейская мессианская община? Мы пытаемся построить наше служение таким образом, чтобы еврейскому народу, на котором у нас есть цель, было комфортно здесь. Поэтому мы поем песни на иврите, которого, может быть, никто не знает. Мы имеем какие-то обряды, мы имеем какие-то определенные традиции, порядок и так далее. Мы пытаемся организовать это место таким образом, чтобы те люди, которых мы достигаем, им было хорошо здесь. Чтобы они ощущали, что они дома. Что их понимают, что если у них есть какие-то страхи, переживания или что-то, что мы можем их принять с этими страхами. Вы понимаете, есть своя специфика. И это нормально, согласитесь, правда? Когда мы сталкиваемся с вами, например, с цыганскими церквями, мы говорим, о, это цыганская церковь, там у них все вот так. Танцы, еще что-то там, нормально. Послушайте, а у нас еврейская община, у нас все вот так. Но если вы пришли сюда, если вы пришли просто на посмотреть, это одно. Пожалуйста, смотрите. Мы все можем ходить на хоккей посмотреть или на танцы. Но если вы пришли на поучаствовать, то это другое, друзья. Это другое. Ваши коньки мешают. Вам надо либо коньки снять, да, либо пойти на хоккей записаться. Тогда будет все органично. И то, и то хорошо. Вы понимаете, да, друзья? Если вы приходите в еврейскую и мессианскую общину, и вам здесь нравится, тогда, друзья, нужно вникать в то, что здесь происходит, не навязывая свои коньки. Да? Услышали меня? Я извиняюсь, может быть, кого-то это сейчас так... Чьи-то коньки там подскочили где-то внутри, знаете. Еще раз, это все нормально. И танцы хорошо, и хоккей хорошо. Но все в своем месте. Правда? Из танцоров не надо формировать хоккейную команду, а из хоккеистов танцорную команду. Это будет, как минимум, некрасиво, согласитесь. Ну, я понимаю, что хоккеисты сильнее, но танцоры быстрее. Я не говорю, кто мы, танцоры или хоккеисты. Я говорю, чтобы вы просто понимали, как говорит народная поговорка, что со своим видением в чужой монастырь не лезут. Правда? Со своими коньками. Поэтому, друзья, мы любим всех, но тем не менее, если вы просто в гости на посмотреть, пожалуйста, милости просим, но если вы хотите быть частью общины, если вы хотите участвовать в жизни общины, начните разбираться, во что же мы верим. Собственно говоря, поэтому мы сделали вот эти классы, которые учат этому. Собственно говоря, поэтому у нас есть библейская школа. Там тоже можно этому научиться. Мы же никого не гоним. Но, тем не менее, разбираться в этом очень важно. Когда Ниемия пришел в Израиль, вернулся. Вы знаете, что интересно? Ниемия не начал строительную кампанию, восстановим Израиль. Он начал строительную кампанию, восстановим Иерусалим. Очень большая разница. Можно было сказать, подождите, подождите, а что, Вифлеем не иудейский город? Иудейский. Но мы пришли строить Иерусалим. Понимаете, да? Наши силы, они будут направлены в первую очередь на то, чтобы отстроить город царя. А потом уже все остальное. И, возможно, с Ниемией вернулись какие-то люди, которые не строили Иерусалим. Я думаю, что так и было. Они ушли какие-то по своим домам, селам, по каким-то городкам. Но они не разделили тогда видение Ниемии. Они просто вернулись на родину своих отцов. Вы понимаете, да? А сила была в том, чтобы отстроить в нужном месте, в нужном городе, о котором говорил Господь, о котором призывал. Итак, если ты пришел в еврейскую общину, если ты хочешь стать частью еврейской общины, у тебя должно быть еврейское видение. Не просто желательно иметь, рекомендовано, оно должно быть у тебя. Понимаете, да? Иначе, во-первых, тебе будет очень сложно, во-вторых, людям будет с тобой очень сложно. Очень сложно. Это будет затруднять действие. Но если это действительно Господь тебя сюда приводит, тогда у тебя должна быть страсть в том, чтобы изучать. Должна быть страсть в том, чтобы подняться, взять книжку, почитать хотя бы по истории Израиля. Должно быть желание прийти на какие-то семинары и послушать. А если нет, так может быть ты напрасно себя мучаешь? Ну просто напрасно мучаешь. Это, может быть, стоит найти хорошую, здоровую христианскую церковь, по той динаминации, которая вам подходит, нравится, ну там, более веселую, более спокойную, грустную, радость. Сейчас много выборов есть. И быть частью этой церкви и наслаждаться. И всем хорошо. Правда? У каждого своя команда. Но если это команда, тогда прилагай усилия. Прилагай какие-то действия. Потому что труды должны быть направлены на созидание общины. А не просто блуждание, отстраивание каких-то городов там, там. Ну всем же надо проповедовать. Конечно всем. А мы хотим евреям в первую очередь. Вот такое у нас видение есть. Ну все же люди должны спастись. Конечно все, но евреи в первую очередь. Это видение нашей общины, мы никому его не навязываем. Вы знаете, как я слышал, один учитель говорил, что мессианская община это как автобус. Как автобус. Вот подъезжает девятый номер, и ты заходишь в него, и ты знаешь, девятый номер, едет на Таирова. И все. Ты же не начинаешь устраивать скандалы. Позвольте, позвольте. Раньше желтые автобусы ездили на Котовского, да? Да, возможно, 240-й едет на Котовского, но девятый на Таирова. Поэтому, если тебе номер не подходит, пересядь. Не устраивай здесь какие-то скандалы, не закатывай глазки. Никому это не надо. Водителю это не надо. Он не скрывает. Это девятый номер. Понимаете, да? Если вы пришли в еврейскую общину, так это девятый номер. Мы туда, мы спасаем еврейский народ. Понимаете, да? Все очень просто. Не надо облекать какие-то вещи в супердуховные ореолы, и делать из этого непонятно что. Если Господь дает видение, присоединяясь к тем людям, у которых есть это видение. Согласись, ты можешь многому у них научиться, правильно? Ну, дает тебе Господь видение, чтобы спасать наркоманов. Ну, вот есть у тебя внутри эта страсть. Что самое грамотное было бы сделать? Пойти найти таких же людей, правильно? И учиться у них. Они же-то уже какой-то путь прошли. Ты у них научишься, они тебя научат. Они у тебя чему-то научатся. Это нормально. Итак, я призываю вас к тому, чтобы вы взвесили свою жизнь. Есть ли страсть в вашей жизни? Есть ли видение? Куда вы идете? К чему вы идете? Зачем вы делаете то, что вы делаете? Или не делать? Почему вы не делаете то, что должны делать? Друзья, это очень важный вопрос. Это вопрос, от которого зависит ваша вечность, ваше будущее. Не думайте, что вы просто проживаете эту жизнь, что вы просто проходите эту жизнь. Друзья, это больше. Вы готовите себя к вечности. Вы строите там дом на небесах, который не ветшающий. Вы подготавливаете для себя этот венец. Понимаете, друзья? Друзья, так зачем тратить свою жизнь в неправильное место? Зачем лазить на все, какие попала горы, и говорить, я альпинист, я альпинист, посмотрите? Лезть на достойную гору. Если у тебя внутри есть это видение, лезь. И не оправдывайся, что ты не можешь, что ты не видишь, что ты не знаешь, не научили. Все это можно сделать. Прими решение. Я здесь, я в еврейской мессианской общине. Я принимаю решение, я буду учиться, я принимаю решение, я буду разбираться в этом. Я принимаю решение, я засуну свои коньки где-то в сторону и не буду их навязывать другим людям. Пускай меня учат, как будто я ничего не знаю. И пускай мне уже там столько-то лет, все равно. Пускай я там покаялся где-то там. Знаете, я спортсмен от детства, хоккеист. Отлично, забудь, если ты хочешь стать танцором. Твой прошлый опыт может тебе мешать. Тебе и другим людям. Поэтому будь мудрым в этом. Будь тактичным в этом. Учись. Обращайся к Господу. Боже, ты привел меня сюда. Я знаю это точно. Я уверен в этом. Тогда учи меня. Что надо сделать? Куда пойти? Куда записаться? Как это делать? Ну, пускай у меня голова там ходом, ходуром ходит. Я не понимаю. Но я буду это делать, потому что я понимаю, что ты хочешь, чтобы это произошло в моей жизни. Итак, какой итог мы можем с вами подвести? У каждого человека есть план от Бога для нашей жизни. Аминь. Видение от Бога приходит к нам различными способами. Кто-то нам говорит о нем или о чем-то, или мы сами начинаем видеть какую-то нужду. Получив видение, нужно молиться о Божьем времени и Божьем месте. Получив видение, нужно рассмотреться вокруг. Возможно, есть люди, которые уже идут в этом направлении. И присоединиться к ним. Разделить с ними. Научиться у них. И следующее. Каждый из нас лично ответственен перед Богом за достижение того видения, которое Он нам дает. Не начав делать, не начав двигаться, ты рискуешь остаться в Вавилоне и кануть в вечность вместе с неверующими людьми. Ты рискуешь, не исполняя Божьей воли, не исполняя Божьего плана для твоей жизни. Уйти в вечность, в никуда. Если ты не понимаешь, какое видение для тебя на сегодняшний момент в твоей жизни, начни молиться об этом, о том, чтобы Бог тебе показывал. Посмотри на нужды, которые есть вокруг тебя. И, возможно, попробуй просто присоединиться к какому-то уже существующему Божьему делу. И делай его так, как будто ты на 100% уверен, что это точно Божья воля для тебя. Делай его качественно и с посвящением. Размышляй о тех дарах, которые Бог уже тебе даровал. Возможно, твое видение, оно явно и открыто, просто ты не хочешь его признать, принять. Возможно, знаете, люди вокруг вас уже давно говорят вам, что вы там, например, способны быть евангелистом или певцом, или заниматься какой-то другой деятельностью. Почему бы и нет? Послушайте, Бог лучше знает, что для нас хорошо. Аминь. Аминь. Итак, друзья, я хотел бы еще раз подчеркнуть несколько моментов. Ни хоккеисты, ни танцоры не лучше и не хуже. Они просто разные. Понимаете, да? Здорово смотреть хоккей, но и на танцы красиво посмотреть. Ни еврейская община, ни обычные христианские церкви, ну, я имею в виду традиционные, они не лучше и не хуже. Они просто разные. И здесь собираются люди, у которых есть видение и цель служения еврейскому народу. Если вы хотите быть частью общины, потрудитесь разобраться, что такое община, во что мы верим, куда мы идем. И разделите этот путь вместе с нами с удовольствием, а не из-за того, что вас кто-то сюда привел, заставил или каким-то образом уболтал вас. Мы не заинтересованы в такой команде, друзья, понимаете, да? Просто, просто так. Мы заинтересованы в людях, которые горит это внутри своего сердца. Амен? Амен. Давайте помолимся. Боже, спасибо Тебе за Твое призвание и Твою цель для нас. Ты позвал нас, Господь. Ты позвал нас. И мы хотим быть послушны в том, чтобы идти. Не роптать, не возмущаться, Господь, а идти. Святой Бог Израилев, превозносим Тебя, благодарим Тебя. Субтитры создавал DimaTorzok И у нас сейчас с вами будет причастие. Это особое время, когда мы размышляем о том, что Господь сделал для нас. Время, когда мы взвешиваем свои сердца. Боже, я прошу о тех людях, которые обращаются к Тебе. Спрашивают, Господи, до чего я здесь, что я делаю, куда я стремлюсь. Я прошу о том, чтобы Ты поговорил с каждым человеком. Я верю, что Ты, как архитектор, знаешь, для чего мы здесь, Господь. Знаешь, Боже, призвание каждого человека. Знаешь, Господь, куда идти, как идти. Проговори, пожалуйста, четко, ясно и открыто, Господь, о Твоем видении. Проговори о том, что Ты хотел бы показать, куда бы Ты хотел нас направить. Святой Израилев, благословляем Твое имя. Господь, помоги нам идти. Помоги нам иметь внутри вот эту страсть, вот это сильное желание. Боже, несмотря на какие-то наши ограничения, несмотря на нашу слепоту местами, Господь, подниматься и двигаться вперед, Боже. Благословляем Тебя, Царя Славы. Благословляем. Друзья, подходите, пожалуйста, с задних рядов. Те, кто не находится на замечании, если Вы понимаете, что Ваше сердце, оно свободно участвовать в глибопреломлении, пожалуйста, подходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова